Еще одна болезнь, которая появляется почему-то у некоторых с возрастом, является кинетоз или укачивание. Почему приступы головокружения, нарушения сердцебиения, а также чувства подавленности возникают в транспорте? И как предотвратить неприятные симптомы, если морская болезнь застала вас в пути? Узнаем у заместителя главного врача по медицинской части областной больницы номер 19 Ольги Раковой. Ольга Николаевна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Так почему же все-таки возникает вот это вот ощущение укачивания в транспорте? Проблема ли только в вестибулярном аппарате? Кинетоз – это не что иное, как патологическое восприятие неправильного движения. Мы, по сути дела, обманываем организм, оставаясь на месте, передвигаясь в пространстве. В генезе развития кинетоза я бы отметила гипервозбудимость вестибулярной нервной системы с возлечением зрительного аппарата, вегетативной нервной системы, которая в итоге реализуется в тех симптомах, которые вы и озвучили. Ольга Николаевна, вот вы говорите все терминами научными, а можно вот по бытовому? Да, объясните. В головокружении, в дурноте, головной боли, перебоев в области сердца и сердцебиений. Отлично, значит, вот это вот все, что может нас настигнуть в пути, это и называется вот укачивание. Это и называется укачивание кинетоз. Но у кого-то это с детства сразу возникает. Кто-то поплыл, все, укачал, а у кого-то после сорока. У меня сейчас вот возникает это ощущение. Вы абсолютно правы. Наследственная предрасположенность имеет место быть и зависит она от состояния вестибулярного аппарата, данного нам природой. Однако созревание вестибулярной функции продолжается до 16 лет. Поэтому детки так уязвимы к этим самым укачиваниям. Хорошо, что делать, если мы отправляемся в путь? Нужно заранее как-то готовиться или нет? Безусловно, нужно. Особенно тем лицам, которые ранее уже ощущали симптомы укачивания и знают за собой эту проблему. Начнем с выбора билета в транспортном средстве. Если это воздушное судно, то постарайтесь по возможности выбрать место в центральной части фюзеляжа между крыльями. В этом месте укачивание минимальное. Если вы передвигаетесь в автомобильном транспорте, расположитесь на переднем сидении. Если вы будете передвигаться на морском судне, на речном транспорте, то спокойно пройдите в свою каюту и также лягте в направлении движения транспортного средства. А что касается питания того же самого, нужно ли ограничить? По питанию сейчас все озвучено. Наш с вами рацион должен быть достаточно легким. Последний прием пищи должен закончиться за полтора-два часа до отправления в путешествие. Если путешествие предстоит длительное, то мы кушаем каждые 4,5-5 часов, также низкокалорийно. С собой обязательно необходимо взять кисло-сладкую водичку и также употреблять ее каждые 4,5-5 часов. Кисло-сладкая водичка – это что, это морсы? Это морсы. Это морсы из натуральных ягод с добавлением лимона. Не рекомендуется газированные напитки и, как ни странно, цельное молоко. Дорогу никогда не берите его с собой. Исключите, пожалуйста, употребление алкоголя и курения. Что касается акупунктурных браслетов, которые сейчас появились в продаже, как они работают? И вообще имеет ли смысл брать с собой? Акупунктурные браслеты хороши тем, что они безвредны. Основным принципом действия данного браслета является воздействие на рефлексогенные зоны организма. То есть? То есть мы с вами воздействуем на те или иные рецепторы, которые в итоге будут воздействовать на симптомы тошноты, рвоты и головокружения. Особенно хороши они у деток. Тем более, что являются и неким еще отвлекающим маневром. У деток и у беременных. Но к базисной терапии я бы, конечно, их не отнесла. Даже режимные мероприятия принесут гораздо больше пользы, чем купленный сию минуту браслет и одетый на малыша. Спасибо большое за ценные советы. Желаю вам хорошего дня. До свидания. Спасибо. Напомним о том, как снять симптомы укачивания в пути, мы узнали у заместителя главного врача по медицинской части областной больницы номер 19 Ольги Раковой.